Боль, боль, тихо. Наверное, знаете, приходит просто какое-то осознание, что вот всё, до этого ты ждал каждый вечер его с работы, а сейчас просто понимаешь, что, ну, нет, не придёт. И когда ребятам дали героев, знаете, такие два чувства смешались внутри. Конечно, это безграничная гордость, что их поступок действительно оценили по достоинству, но и с другой стороны, ну, моё мнение, я уже говорила как-то вашим коллегам, что медали нужно носить, а не так, чтобы они где-то лежали в коробочке на полке. Ну, вот я с Настей очень хорошо дружу. Мы, наверное, ну, почти каждый день вечером собираемся, то я там к ней приеду на выходных, она, если получается. Ну, понятно, что детки маленькие. И просто, знаете, вспоминаешь какие-то моменты, да, то она расскажет, как Андрей про Никиту рассказывал, так как мне Никита рассказывал про Андрея, потому что для него Андрей Владимирович был действительно авторитетом. Он хотел быть похожим на него, он мне всё время рассказывал, что вот у меня такой командир звена. Такой поступок не каждый готов совершить. Я более чем уверена, что когда под тобой целый город, плюс там недалеко нефтебаза, мы сами ездили в Баранович, и сразу же на следующий день я видела, как близко там всё расположено, они могли прыгнуть, я не спорю. Но вопрос в другом, смогли бы они с этим потом жить. А зная своего мужа, он бы не смог точно. И не дай бог, какие бы последствия потом случились. Поэтому, да, это человеческая жизнь. А также преданность своей родине. По-другому тут не скажешь. Продолжение следует...